Юрий Корчевский. Тамплиер. На святой земле. Глава первая. Монастырь. Отправиться на каникулы на Ладожское озеро – это была идея Валерия, однокурсника по альмаматор. Соблазнил рыбалкой местами красивыми, глухими, почти девственными. Сомневался Александр. Каждый кулик свое болото хвалит. Поговорка верная на все времена. А куда на лето податься? В Питере, этих каменных джунглях надоело. В Турцию или на Кипр для студента дорого. Он и так два курса подрабатывал, чтобы одеться хотя бы. Сам питерский, хоть на квартиру не тратится и на еду, с бабушкой жил. Да какие у них доходы? Ее пенсия, его стипендия. Однокурсники на собственных машинах к университету подкатывали. На запястье умные часы. А зависти не было. Ни их это вещи. Ни своим трудом заработаны. Богатенькие родители подарили. Девчонки с курса и глазки им строили, пытаясь влиться в компанию. И списывать давали. А только не в коня корм. Александр на факультете иностранных языков учился. Там произношение нужно, словарный запас. У него с этим лучше всех. Бабушка его из семьи старой питерской интеллигенции, уже в пятом колене. Сама французский знает, читает и говорит свободно. И дочь выучила, и его, внука Сашу. Языки Александра давались легко. На факультете начал учить второй язык, испанский. Понял, что зная один язык, второй учить легче. На первом курсе брался за малую подработку. Телефонами и прочими гаджетами в магазине торговал. Нелегальным гидом был для туристов из Франции. На втором курсе подработку получше нашел. Переводил тексты для фирм. В Питере знающих финский язык много, все же соседи. На выходные питерцы шоп-туры в Финляндию делали. Владеющих немецким и английским поменьше. Но хватает. А французский или итальянский знают не так много. Александр считал везение. Да и временем распоряжается сам. Есть часок-другой, кусок текста перевел. Одно плохо. Тексты больше технические, сложные. Поехать из города на неделю две бабушка посоветовала. Сказал он ей о предложении однокурсника. А та сразу – езжай. В Питере климат сырой. Если утром нет дождя, жди после обеда. Зонтик – непременный аксессуар для коренных жителей. Подумав, согласился. На Ладоге, да в глухом краю, в деревне впрямь хорошо. Дед с бабкой, внучка Валеру с приятелем встретили, как дорогих гостей. Изба бревенчатая, большая. Лес рядом, где черника и прочие ягоды да грибы. Озеро из окон видно. Рыбу лови, не хочу. Желаешь – просто гуляй, наслаждайся воздухом чистейшим, природой первозданной. В городе суета, многолюди, а в деревне жизнь размеренная, спокойная. Продукты натуральные – молоко, хлеб, варенье, яйца, рыба. Только и покупают, что сахар да крупы. Зелень с огорода. Молоко и сметану у соседей берут задешево. Вот по вечерам скучно. Деревня малолюдная и непривычна. Телевизор старый, показывает плохо, интернета нет, доисторические времена. Зато с Валерой близко сошлись. По вечерам на разные темы беседовали. Несколько раз на дедовой лодке рыбачить выходили. Предупреждал дед Василий. Увидите тучки на севере, гребите к берегу сразу. Погода на Ладоге переменчива. Солнце светит, небо чистое, на воде штиль. А через полчаса ветер задул, тучи нагнал, дождь льется, а волны в 2-3 метра высотой. Велико Ладожское озеро. Другого берега не видно, коварно. Не зря местные жители говорят море, а не озеро. Сегодня дед Василий с Валерой по грибы в лес пошли. Александр, не любитель тихой охоты, решил порыбачить. Лодка невелика, один спокойно на веслах управится. Удочки есть, червей накопал. Правда, почва каменистая, не так просто. Погода прекрасная, солнце светит, небо голубое, без облаков. А вот вода прохладная, желание купаться начисто отшибает. Выгреб на сотню метров от берега, удочки закинул. Поклевка сразу пошла, только и успевал таскать одну рыбину за другой. Лещ, окунь, потом еще крупная рыбина, название которой определить не смог. Увлекся, по сторонам не смотрел. Только когда лодку с борта на борт качать стало, осмотрелся. Тучи над головой низко, волны поднялись. А хуже всего, лодку от берега отнесло с полкилометра будет. Удочки быстро смотал, за весла уселся. Полкилометра это недалеко. Парень он физически сильный, греб мощно. Обернулся посмотреть, далеко ли до берега, а земля не приближалась. Ёкнуло в груди. Четверть часа работал веслами, вспотело толку чуть. Снова грести принялся. Лодка все сильнее качает, волны выше и выше. Хуже всего качка бортовая. Того и гляди, вода через борт перехлестнет. Немного воды на дне лодки плещется, где пойманная рыба лежит. Голову повернул, а берег все так же далеко. Тут уже легкий испуг пришел. Ветер крепчает, первые капли дождя упали. Волны все выше и выше. Ветром лодку от берега отжимает. Александр на веслу налег. На берегу показались дед Василий и Валера. Кричат что-то, руками размахивают. Но расстояние велико. Ветер шумит, не слышно ничего. Начал лодку разворачивать кормой к волнам. В это время большая волна набежала, лодку захлестнула. В лодке и так вода была. А сейчас едва не половина сделалась. Лодка потяжелела. Следующая волна довершила катастрофу. Посудина набрала еще воды. Корма сразу осела. Александра даже выпрыгивать не пришлось, оказался в бушующей стихии. Сланцы, что на ногах были, сразу слетели. Да это и хорошо, плыть подручнее. Одежонка летняя, легкая, двигаться в воде не мешает. Саженками к берегу поплыл. Нехорошо получилось. Дедову лодку утопил. То и дело его накрывало волной с головой. Выныривал, отплевывался. Вроде направление верное держал, но за волной плохо видно, да еще и дождь видимость сократил. Через некоторое время уставать стал. Вот теперь охватил настоящий страх. Животный. Но паниковать нельзя. Паника в таких случаях худший советчик. Движение все медленнее, каждый взмах труднее делается. Однако странность появилась. Вода солоноватой сделалась. Сперва подумал, показалось. А нет. Да бог с ней, с водой. Берег где? Неожиданно ноги за твердь задели. Сразу надежда появилась. Еще несколько грибков и смог встать, опереться. К берегу побрел, а ноги едва слушаются. Волны в спину бьют. У берега споткнулся, упал. Половина тела на берегу, а ноги в воде. Сил выползти нет, но главное спасся. А в душе вместо радости усталость, апатия. Ничего, отлежиться немного, встанет. Да и дед Василий с Валерой наверняка вдоль берега бегают, его разыскивая. Послышался удар колокола. Хм, занятно. В деревне ни церкви, ни колокола нет. Или его далеко в сторону снесло? Из пелены дождя появился большой лохматый пес. Подбежал, обнюхал, гавкнул и умчался. Надо вставать, хотя сил нет. Раз есть собака, и колокол звонил, стал быть люди рядом, деревня или село. Александр встал на четвереньки, пополз. Пока лежал, ноги в воде были, замерзли. Ниже колена он их чувствовал плохо. Попробовал встать, ноги слушались плохо, но поднялся. Снова собака появилась. За ней мужчина в черной рясе, прилипший от дождя к телу. Опояс он простой веревкой, на голове капюшон. Священников Александр видел. В церкви бывал больше из интереса. Как можно жить в Питере и не посетить Исаакиевский собор, или Казанский, либо Спас на Крови? Но священники капюшонов не имели, да и веревкой не опоясывались. Не монах ли? На русских северах монастыри скиты встречаются, хотя широко известен только Соловецкий. Монах подхватил Александра под руку, повел. Из-за пеленной дождя показались мощные каменные стены с коваными воротами. Под ними надпись «Аббатство святого Бенедикта», причем латиницей. Александр замер. Какое аббатство? Нет их в России, это у католиков. Монах завел его в небольшую комнату. Садись, сын мой, поближе к очагу, обогрейся, обсушись. Странность за странностью. Монах говорит на французском. Только диалект не такой, хотя Александр его понял. Монах придвинул к камину грубо сколоченную табуретку. Александр плюхнулся. От камина тянуло живительным теплом, а с одежды буквально ручьями текла вода. Монах откинул капюшон. На темени выбритая танзура. Круг диаметром сантиметров десять. Точно католик. Похож Бенедиктин. Был такой монашеский орден, насколько помнил Александр, давно. Монах отошел, вернулся с кружкой, протянул. И спей. Быстрее согреешься. В кружке оказалось подогретое красное вино. Александр стал пить с небольшими глотками. В самом деле начал согреваться. Почувствовал, как пожилым тепло побежало.